Амин. Сегодня тема нашей молитвы – диалог церкви с государством. И в этом вопросе церковь долгое время была в невежестве. Долгое время церковь была отделена от государства, а государство было отделено от церкви. Три вещи, которые категорически запрещалось проповедовать в церкви. Табу или запрет был наложен на три серьезнейшие темы. О деньгах категорически запрещалось говорить в церквах. О сексе запрещалось говорить в церквах. И о политике. Естественно, мы с вами жили в жуткие годы. В годы красного засилия, в годы коммунистической морали и идеологии. Эта богоборческая идеология вырывала с корнем всякие попытки говорить вслух, во что ты веришь. И нам вдалбливали в мозги, нам вдалбливали в сердце эту мысль, что церковь и государство – это параллельные миры, которые никогда не пересекаются. Об этом мы слышали в школе, об этом мы слышали на партсобраниях, об этом мы слышали в исторических книгах, об этом мы слышали в церкви. Я вспоминаю те дни, когда я начинал только проповедовать, и после проповеди меня вызывали всегда в пресвитерскую, и всегда мне говорили – не вздумай говорить о власти, не вздумай говорить о власти, потому что не наше дело касаться, политика – дело грязное, и поэтому нечего туда лезть. И вы знаете, это настолько уже укоренилось в нашем сознании, что многие христиане уверовали, уверовали в эту ложную доктрину, и на самом деле отгородились от государства, отгородились от общества. Но дело в том, что государство от церкви не отгородилось. Государство контролирует церковь, государство снимает налоги с церкви, государство контролирует деятельность церкви, И если какие-то будут нарушения, государство тут же отреагирует. И когда мы говорим об отделении церкви от государств, это иллюзия не для государства, это иллюзия для церкви. И в этих иллюзиях мы жили с вами десятками, десятками лет. И, друзья, в последнее время Бог всякие иллюзии хочет выветрить с наших мозгов, выветрить с наших сердец. И Бог желает возвратить церковь государству, потому что государство без церкви превращается в кладбище. В кладбище политическое, социальное, экономическое и духовное. Мы с вами были в одной великой сверхдержаве, и мы видели, к чему привело это отделение. Это почти если ты сердце вырвал из тела и сказал, все, сердце отделено от тела. Пусть сердце работает в своем измерении, а тело живет по-другому. Нет, друзья, если сердце вырвано из тела, тело умирает. Государство без церкви умирает, общество без церкви умирает, и правительство без церкви, оно вырождается и деградирует. Мы с вами должны понимать, что Бог на этой земле действует не через парламент. Бог на этой земле действует не через банки, Бог на этой земле действует не через общественные организации и детские фонды. Бог на этой земле действует исключительно через одну организацию, которую сотворил Иисус Христос. И Он сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. И что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. И если вы двое или трое согласитесь молиться о всяком деле, то Бог обещает все это исполнить. Бог определил церкви законодательные, а не исполнительные функции. Мы должны с вами очень хорошо понимать, когда Бог через Иисуса Христа впервые заявил, что церковь – это экклезия, это церковь. В Старом Завете не было таких понятий, терминов «церковь». Что такое церковь? Церковь – это экклезия. А экклезия – это римский парламент. Это собрание людей. Это собрание людей, которые, патрициев, которые были как бы депутатами римского парламента. И они были представителями высшего сословия. Они, собираясь на свой форум, обсуждали, решали и принимали исторически важные решения для столицы Римской империи и в целом для всей страны. То есть, говоря проще, экклезия – это парламент, это законодательная власть, от которой зависела судьба Рима и всей Римской империи. И можете себе представить на этом фоне Иисус Христос в полную громкость, по полной программе на всю Римскую империю. На весь Израиль провозглашает. А я создам экклезию мою, а я создам парламент мой, а я создам патрициев моих, а я создам законодательную власть мою, которую никакой дьявол не сможет разрушить. Вот почему Рим вздрогнул. Вот почему вся Римская империя вздрогнула. Появился конкурент. Появилась альтернатива. Появилось две законодательной власти. И Бог говорит, эта власть, которую я созидаю, она высшая. Потому что ваша экклезия ограничивается титулом Римской империи. Это земная власть. Но моя экклезия, мой парламент, мои патриции, мой конгресс, он имеет другое покровительство. Мой конгресс находится под крышей Царства Божьего. Это власть небесная. Церковь, вы со мной? Мы должны где-то внутри с вами осознать. Мы не исполнительная власть. Мы власть законодательная. Потому что наш Бог законодатель, он сотворил мир, он сотворил человека, он сотворил народы, он сотворил море и все, что в них. Он сотворил небо и все, что на нем. Он сотворил планеты, он сотворил человечество. И Ему, как никому другому, принадлежит вся власть, вся сила и все могущество. И мы с вами являемся по отношению к Богу исполнительной властью, но по отношению к миру мы являемся властью законодательной. Амин! Вот почему христиане были ненавистной сектой, как угодно их называли, но Бог сказал, «Се, я даю вам власть наступать на всю вражью силу. Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов». Можно говорить, что это насекомые, это твари ползучие, речь идет о режимах, речь идет об идеологии, речь идет о религиях, речь идет о системах, речь идет о различных формациях, с которыми церковь будет встречаться. И церковь преодолеет, церковь переживет, церковь вырвется, церковь будет старше любой цивилизации. Где Римская империя? Ее нет, церковь продолжает существовать. Где коммунистическая партия? Ее нет, церковь продолжает существовать. Где гитлеровская империя? Ее нет, церковь продолжает существовать. Церковь пережила, победила, преодолела, прошла сквозь все исторические формации и продолжает существовать. Ее невозможно истребить, ее невозможно затравить тиграми и львами, ее невозможно арестовать, расстрелять, повесить. Это то, что родилось от Бога, а все, что рождается от Бога, побеждает этот мир, изменяет этот мир и ставит на колени этот мир перед великим и драгоценным именем нашего Господа Иисуса Христа. Можешь ли на это закричать? Аллилуйя! В пять раз громче закричи! Амин! Я говорю сегодня о том, имеем ли мы право говорить о политике или нет. Мы обязаны говорить об этом. Давайте откроем сейчас откровение. Откровение, первая глава. Откровение, первая глава. Для того, чтобы нам вести диалог с государством, мы должны понимать свои позиции, свои роли. Итак, Божья точка зрения. На тебя и на меня. Давайте прочитаем с пятого, пятый и шестой стих. Пятая и вторая половина. Ему, возлюбившему нас, омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Амин! Итак, обратите внимание, Ему речь идет сначала об Иисусе. Меня не волнуют религиозные пережитки и церковные доктрины. Меня не волнует то, что говорят церковные и религиозные вожди. Критерии добра и зла, критерии допустимого и недопустимого определяет не человек. Критерии добра и зла, критерии святого и праведного, критерии истины и лжи определяет Слово Божье. Итак, Ему, речь идет об Иисусе, возлюбившему нас, вот Иисус, что Он сделал? Он возлюбил нас. Мы благодарны Богу за то, что Он возлюбил нас. С чего начинается Евангелие? Это Его вечная любовь к нам, доказанная на кресте и оправданная Его воскресением. Ему возлюбившему нас, омывшему нас от грехов наших кровью своей. Второе, что Он сделал? Он своей святой кровью, которая пролилась с Голгофы, омыл нас, и наши сердца стали белее снега. Друзья, Он возлюбил нас, но это не все. Свою любовь Он доказал тем, что Он умер за наши грехи, и это не все. Его кровь имеет к нам лично непосредственное отношение. Его кровь имеет власть и силу по сегодняшний день. И всякий раз, когда ты открываешь свои уста в раскаянии, исповедании своих грехов, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха, и мы становимся кристально чистыми, сильными, помазанными в Божьем присутствии. Но омытие кровью нашего сердца это не все. Исцеление это хорошо, но это не все. Освобождение от бесов это хорошо, но это не все. Дальше перечень, что сделал для нас Иисус. Он не только возлюбил нас, Он не только простил наши грехи, Он не только исцелил нас и освободил нас, и дал нам веку судьбу. Дальше 6 стих мы читаем, Он соделал нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Амин. Итак, апостол Иоанн, он говорит нам о каких-то знакомых благословениях и о каких-то благословениях незнакомых. Быть возлюбленным Богом и омытым кровью, это благословение знакомое. Но когда мы читаем через запятую, что Он сделал нас царями и священниками, это уже за гранью фантастики. Это уже как плод буйной фантазии. Какие священники, какие цари. Друзья, если мы омыты кровью, если мы родились от Бога, который является царем всех царей, то мы с вами родились не в семье пролетария, мы с вами родились не в семье лакея, мы с вами родились не в рабском доме, мы с вами члены царской семьи. Поэтому вы цари и царевичи, вы короли и королевичи, в наших жилах течет царская кровь. Вы меня не поняли? В наших жилах течет царская кровь. непролетарская в наших жилах течет царская кровь и мы наследники тех благословений которые нам приготовил отец который является царем всех царей амен он сделал меня царем и священником скажи это три раза еще раз а мы вы знаете я есть то не тогда когда я себя оцениваю я могу себя либо недооценивать либо переоценивать я могу делать не то что я думаю что я могу делать я могу делать что бог думает что я могу делать и я из себя представляю не то что я думаю о себе что я из себя представляю я себя представляю то что бог думает что я из себя представляю ты может быть сейчас при у тебя 100 рублей оклада ты живешь какой-то там несчастной хрущевки, ты там постоянно с байбой ссоришься, а Ян из тебя там под забором поджидает, и собака тебя кусает, и здоровье у тебя скрипит, и перспектива не светит. Это все басни Крылова. Истина заключается в том, что если Бог возлюбил тебя, если Он омыл тебя кровью, если ты родился свыше и крещен Духом Святым, если Бог взял тебя в свой удел, ты не раб, ты не сирота, ты не просто безпризорник, ты наследник царской семьи, ты наследник монарха, самого великого в этом мире. Амин! Амин! Хоть я этого и не понимаю до конца, хоть я не до конца в это верю, но я это знаю, что я наследник царской фамилии. Амин! 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 И вы смотрите, Иоанн врубился в это. Поэтому он пишет в самой последней книге. Это не было в начале, потому что в начале люди вообще его побили бы камнями. Они говорят, мы рыбаки. Но рыбаки, но не дураки же. И рыбаки должны врубиться, что по плоти они рыбаки. Но генетика духовная делает рыбаков царями и священниками. То есть, о чем идет речь? Я как раз решаю сейчас эту дилемму. Кто отделил церковь от государства? Если Бог нас сделал царями и священниками. Между прочим, когда мы говорим царь, то здесь речь идет о политике. Все цари были политиками. Потому что именно от царя исходила идеология страны. От царя исходила, какому Богу будут служить люди в этой стране, а какому Богу они не будут служить. Кто диктовал идеологию? Кто диктовал идолопоклонство или христианство, как ни цари? И царь подпишет один указ, и христианство в андерграунде. Царь другой указ подписал, христианство имеет свободу. От кого все зависит в стране? От царя. И, друзья, если вы замечали, по Библии, возле каждого царя всегда был священник. И священники, если мы священники, то мы должны, друзья, понимать, что царственное священство это тот титул, который Бог определил церкви. Мы священники не только проституткам. Не написано, мы проститутствующие священники. Или мы священники для бомжей. Это все в порядке. Я хочу вытащить церковь в своем мышлении. Я хочу вытащить в нашем сознании вот этот нерв, чтобы мы однажды уверовали и поверили, что мы призваны к тому, чтобы служить Конгрессом. Чтобы мы могли уверовать тому, что мы, как священники, должны обслуживать, служить, молиться, встречаться, вести диалог с царями. Амин! Если царственное священство, то речь идет о политике. Как раз о политике духовной, о христианской, где Бог имеет непосредственное влияние, а христианская мораль имеет фундамент политического мышления. Амин! Поэтому церковь призвана к тому, чтобы осолять общество от самых нижних маргинальных слоев и заканчивая президентскими мозгами. Сердце царя в руке Господа. Кто ему может об этом сказать? Если ты и я знаешь об этом, то мы где-то внутри должны молиться о начальствах и властях. Мы должны уверовать, что они не слишком высоки для нас, чтобы не думать о них и даже в сознании не допускать мысль однажды встречи с ними. У нас есть слово для народа. И Бог однажды сказал пророку Ильи, Илья, иди и покажись Ахаву, и тогда я дам дождь. Боже мой! За эти десятилетия, а может быть столетия, дорога от церкви к государству заросла крапивой. За эти годы уже вот эти дорожки, стежки от церкви, от священства до конгрессов, они просто заросли бурьяном. И сегодня нам так трудно прорываться вот через эти куршары, через вот эти кусты, терни, где, по какой дороге, где идти, заросли. Но где-то тропинки там есть. Но где-то есть эти тропинки. И этими тропинками священники тех поколений, священники тех лет, они ходили к царям со специальным посланием, со специальными молитвами. Для чего? Чтобы корректировать их жизнь. Чтобы помогать им. Потому что от того, как мыслит царь, будет зависеть судьба всей страны и всего народа. Амин! Мы должны согласиться внутри себя, принять не только знакомые обетования, но и обетования неотипичные. Следующие, друзья, нас на этом основании, мы читаем с вами 28 глава. 28 глава Матфея. 18 стих. Здесь записано, «Приблизившись, Иисус сказал ученикам своим, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века». Итак, Иисус посылает своих учеников и заявляет им, Он говорит, «Ваша задача не просто спасать часть народов, часть общества, отдаленные районы, работать в гетто. Это правильно. Мы должны в самых опущенных районах, черных районах работать. Но здесь, друзья, что-то звучит другое. Иисус Христос говорит, «Идите и научите все народы». Вы можете себе представить такую вещь, что задача церкви в том, чтобы просветить, освободить от иллюзий, освободить от всяких предрассудков, легенд и мифологии сознания людей, начиная от самого верха и до низу. Согласитесь, ну как можно вот сейчас приехать в Саудовскую Аравию и всю Аравию арабов научить Евангелию, в то время, как эти народы, они не научены Евангелию, они научены Корану. Если говорить о задаче церкви, то церковь должна переучивать все народы. Они поклонялись этому Богу, и церковь должна получить легальное право прийти вот в эти языческие страны и объяснить, что вы не тем Богам поклоняетесь, нужно уверовать другому реальному Богу, который пролил кровь за вас. Магомед не проливал крови за вас. За вас пролил кровь Иисус Христос. Если ты сейчас придешь туда, тебе голову снимут. Я убежден, что Иисус не посылал церковь на заклание. Он послал церковь учить народы. И, друзья, церковь никогда не сможет научить весь народ, пока не получит легальное право. То есть разрешение царя, разрешение шейхов, разрешение Конгресса. То есть, вы понимаете, о чем речь идет? По-партизански ты не сделаешь пробуждение. Поэтому, друзья, церковь как эклезия, как законодательная власть, имеющая благодать и апостольство в последнее время, как и в первое время, будет иметь открытый доступ в Конгрессы, в кабинеты министров, в кабинеты премьеров и царей. Мы должны где-то уверовать в это, друзья. Даже если ты туда не пойдешь, ты принадлежишь к той церкви, которая идет туда. Ты принадлежишь к те плея, к тех священников, которые будут рядом с царями стоять и утверждать на этой земле принципы Царства Божьего. Вы со мной? Идите и научите их всех. Всех. Если я сознаю себя тем, кто возлюблен Богом, кто омыт кровью Иисуса Христа, тот, кто по праву имеет погоны царей и священников, он вторгается. Я вам скажу, друзья, что Иисус сделал церковь как большую армию божьих разведчиков. Вы знаете, ни один офицер главного разведывательного управления в бывшем Советском Союзе не ходил в погонах. Они всегда разведчики, которые делают перевороты в других странах, они никогда не ходят с медалями, они никогда не носят погоны, это секретная служба. То, что мы омыты кровью, то, что мы возлюблены Господом, это гражданская профессия, а то, что мы цари и священники, это военные. Ты со мной, нет? Ты же, где твои погоны? Под сутаной, под священническими одетами, там наши военные погоны. Амин. Как ты определишь духовный титул? Как ты можешь определить духовный чин по результатам? И мы сегодня выслуживаемся перед нашим Богом, и мы хотим понравиться Богу, что Он переводил нас от веры в веру. Что это означает? Это значит, в духовном отношении ты был капралом, а теперь ты летеха. Если ты был летехой, ты стал теперь старшим лейтенантом. Вы знаете, что Бог тоже звездочки добавляет? А если ты был капитаном, Бенедикт, не быть тебе майором, если не будешь любить Господа? Если будешь любить Господа, служить Ему большая звездочка? Нет, майор всего лишь. Пока, и я уверен, друзья, если мы служим Богу и приносим много плода, на наших плечах появляются новые звездочки. И Бог нас поднимает на новый уровень. Вы со мной, нет? По крайней мере, мы уже на этом конвейере. Аминь, аминь, аминь. И мы с вами хотим видеть победу Иисуса Христа не только в прослойках второстепенных областей нашего общества, но и с самых верхов и до самых низов. А теперь, друзья, позвольте мне на этом основании открыть теперь второй псалом. Открыть второй псалом, это вообще политический псалом, и мне кажется, Давид здесь подслушал царскую разборку. Давид тоже был царь, и он знает, что он пишет. Он даже уже, знаете, о христианском правительстве он со второго псалма начал писать. Даже с первого. Ты говоришь, где написано о христианском правительстве? Ты посмотри, каждая строчка в псалмах говорит о христианском правительстве. Ну, второй псалом. Обратите внимание, мир с ума сходит, мир катится в бездну. Посмотрите, какие законы принимаются, поймите, что узаканивают, посмотрите, что становится легально, что становится нелегально. И вот, посмотрите, Давид ведет нас политическими маршрутами пробуждения. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Вот реальность вещей. Вот реальность, которая окружает нас в Латвии. Вот реальность, которая окружает нас в России. Это реальность, которая нас окружает в Скандинавии, в Европе. Зачем метутся народы? И князья замышляют тщетно. Собрались цари и князья, и они все совещаются против Господа и против помазанника его. Вы понимаете, о чем речь идет? Сегодня в Европе, во всех европейских странах принимаются безумные антибиблейские законы. Они совещаются, они узаканивают гомосексуальные браки. Кстати, вот клонирование детей или клонирование людей, второй клонированный человек заказала себе лесбийская семья, две женщины, которые в браке. Они заказали от самих себя, просто от них был клонирован человек, и вот они его сейчас вот где-то скоро должны получить. И ты смотри, что за безумие такое? Там разрабатывается бактериологическое оружие. И мы все с вами, друзья, понимаем, что все политики, все эксперты, все политические обозреватели в последнее время приходят к одному решению, что в последнее время сейчас не мультиполитическая система в мире, а сейчас идет война между двумя системами. Это мусульманство и христианство. Все. Во главе христианского в христианской идеологии идет Соединенные Штаты, Великобритания и все остальные, кто еще присоседивается. Остальные все, они все на стороне арабов. Прямо или косвенно. Вы понимаете? И христианство становится сейчас как бы мишенью, в которую каждый норовит выпустить свой снаряд и бросить свою стрелу. И ситуация, Давид, он тоже был политик, он разоображал в этих политических вопросах, он говорит, собрались цари. Это было как будто Европарламент или заседание Организации Объединенных Наций, не знаю, какие там организации собираются. И они все совещаются против Господа и помазанника его. Мы с вами жили в Союзе, где все парламентарии, депутаты, князья, чиновники, они все собирались против Господа и против помазанника его. И ты меня пытаешься вразумить и говоришь, не трогайте политических вопросов, не касайтесь политики, не вздумай что-то говорит против существующего строя. Прочитай следующий стих, что говорит Давид. Прочитай следующий стих, что говорит Давид. Когда я вижу, что против моего Господа в моей стране собираются депутаты, собираются парламентарии, собираются все цари, я должен найти в Библии ответ, что мне делать, когда запрещают проповедовать, что мне делать, когда церковь находится в андерграунде, что мне делать, когда помазание хотят закрыть, уничтожить, арестовать, расстрелять, растерзать, что делать? Читай следующий стих, что делать? Это Бог говорит, и Он говорит, расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Вот что говорит настоящая церковь, вот что говорят настоящие праведники, они не говорят, это крест, будем тащить дальше, пусть они дальше совещаются против помазания, пусть они дальше убивают христиан, пусть они дальше нас сажают в тюрьмы гулаги, пусть они дальше нас терзают, нет, не пусть они дальше они нас не терзают, расторгнем узы их и свергнем себя оковы их, скажи это громко, и свергнем себя оковы еще раз, расторгнем узы их и спернем себя оковы их. Мы хотим молиться по воле Божьей. Мы не хотим молиться религиозными молитвами. Это крест, это Бог нам поручил страдать, Бог терпел и нам велел, а Давид нам велел свергнуть оковы их, свергнуть узы их и сказать, нет, уважаемые, Бог, Которому мы служим, Он выше всех вас. Если Бог поручил церкви быть царями и священниками, не скидывай себя царские и священнические одежды. Амин! Мы протестанты и этим сказано очень многое. Мы согласны смиряться, но не перед беззаконным правительством. Мы согласны согласны смиряться, но не перед унизительным рабством. Мы согласны смиряться перед Господом. И знаем, что когда ты смиряешься перед Господом, Бог смиренным дает благодать. И воля Божья, чтобы ты не был в оковах, это я знаю на сто процентов. Божья воля, чтобы ты не был в цепях, в рабстве, в уничижении. Бог творил нас не для уничтожения, не для рабства, не для позорного нищенского существования. Бог сотворил нас для великой. То, что создали люди, это то, что создал дьявола. А Иисус Христос явился в этот мир для чего? Чтобы разрушить дела дьявола, чтобы открыть темницы, чтобы измученных выпустить на свободу. Ну, когда же в Церкви Божьей начнет прослышно эта проповедь? Когда же Церковь Божья услышит настоящую истину о Божьей воле? Свергнем себя оковы их. Мы не будем в рабстве. Посмотрите дальше. Это не гордость. Когда ты говоришь, я не хочу быть в рабстве. Я не хочу быть внизу. Если Бог меня сделал головою, почему я хвост? Как иди он. Если Бог со мной, чего я здесь делаю? Чего я здесь живу в каких-то там палатках, когда у меня своя квартира? Где Бог? Где чудеса? Мое благословение выглядит иначе. Свергнем себя оковы их. Это воля Божья. Это не гордость. Хотеть счастливой жизни это не гордость. А это смирение перед Богом. Вот какими молитвами молятся праведники. А давайте дальше почитаем. Живущий на небесах посмеется, и Господь поругается им. Знаете, все зависит от того, с каким Богом мы дружим. Все зависит от того, с каким Богом мы заключили завет. если я знаю вот такого великого Бога, я буду сегодня смотреть в глаза с сегодняшним диктатором и говорить, Господь на тобою посмеется. И Господь поругается на тобой. Он тебя уберет. Он сдвинет тебя с места. Выйдет кисть руки и напишет текил текил мене у парсин. Я убежден, если в Беларуси церкви начали вот так проповедовать, Лукашенко давно бы, давно уже пошел на пенсию. Но когда христиане сегодня полны страха, не вздумая, что-то сказать, выгонят, уже выгнали. Уже провозгласили абсолютной, единой религии в Беларуси, это православная церковь. И сегодня закон, если даже в доме, где-то читаешь Библию, это уже криминал. Господи, в 21 веке хочется спросить церковь, что ты связываешь в Беларуси? Что ты разрешаешь в Беларуси? Ты мне сегодня кричишь, что ты до хрипоты кричишь? Заколебал уже христианское правительство. Благодари Бога, что мы 13 лет кричали об этом. И сегодня у нас это и есть все. Амин! Посмотри в судьбы тех культурных христиан, которые не касаются политики, которые говорят, это параллельные миры. Это не параллельные миры, это рабство. Все цари собрались против Господа и помазанника Его, чтобы убить Его, уничтожить Его и похоронить. Кто будет сбрасывать оковы? Кто будет свергать себя узы? Где эти священники? Где эти пророки, которые говорят правду Божью? Где те люди, которые знают Бога, которые смеются диктатором, которые убирают этих изуверов с дороги, которые на смену жестоким пиночетам ставят благословенных и богобоязненных царей? Кто об этом будет говорить? Бог ищет. И Давид говорит, я знаю другого Бога. Я знаю Бога, который никогда ни одного сражения не проиграл. Я знаю такого Бога, который берет реванш, и все попытки и угрозы дьявола опрокидываются в его собственную сторону. Бог поругается. И посмотрите, что он дальше, говорит. Бог реваншист. И когда Бог видит этот плен своего собственного народа, смотрите, Бог гневается и тогда скажет, Господь скажет, во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение, я помазал царя моего над Сионом и святою горою моей. Когда он видит этих безумных царей, он говорит, окей, вы все собрались против меня, безумцы. Я помазываю против вас моего царя, и я его поставлю. и я добьюсь, чтобы все вы поклонились перед моим царем. Вы со мной? Мы говорим, где христианская приз? У Бога есть свои цари. Важно, чтобы церковь это знала. Важно, чтобы церковь в это верила. Важно, чтобы церковь с этими цепями не согласилась. Чтобы с рабством церковь не согласилась. Чтобы с этими затворками позорными и оскорбительными церковь не согласилась. Главное, чтобы церковь согласилась стать священниками и царями Господу своему. И Он говорит, я помазал царя моего. И Бог продолжает говорить к царям. Я возвещу определенное. Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе. И пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Проси у меня и дам народы в наследие тебе. когда Иисус говорит своей церкви идите и научите все народы. Прежде чем идти и научить все народы, необходимо просить у Господа хотя бы один народ. Он говорит, проси у меня и дам тебе народы, которые ты потом научишь и крестишь их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Я прошу у Бога один народ. который называется Латвия. Я прошу у Господа этот народ. Я чувствую, что ответ приходит. Бог даст мне этот народ. И этот народ будет научен Божьим заповедям. Этот народ познает славу Божью. Этот народ будет крещен во имя Отца, Сына и Духа Святого. Этот народ склонит свои колени перед именем Иисуса Христа, потому что над этой землею Бог помазал своего царя. И когда на этой земле собирались цари, князья против Господа и помазанника, против помазания, против Духа Святого, нашлись люди, которые говорили, нас не согнуть, нас не сломать, нас не растоптать, нас не утопить. Тот, кто в нас больше того, кто в этом мире, мы увидим христианское правительство, мы увидим пробуждение, мы увидим Божью справедливость, и Бог на этой земле поставит свою ногу, свою печать. Бог посмеется всем своим врагам в лицо, Бог посмеется всем своим палачам в лицо и скажет, кто ты, глина, что споришь с горшечником, что такое человек, что такое плоть, это трава, и что такое слава человеческая, это цвет на траве, Бог только посмотрит, и засохнет человек, и уйдет человек, а Слово Божие пребывает вовек, я помазал моего царя на этой земле, и дальше, друзья, Бог обращается к царям, мне нравится этот разговор, давайте прочитаем, впечатление, как будто параллельные миры, как будто Бог имеет дело только с домохозяйками и водителями троллейбусов, как будто Бог имеет только дело с воспитателями детсадов и учителями в школах, друзья, Бог гораздо чаще разговаривает с царями, и вот что Он говорит, цари, вразумлитесь и научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Вот какой месседж должна иметь церковь, вот обращение, не просто разрешите нам там домскую площадь, там арендовать, там праздник, это унизительно, мы должны просить большего, мы должны говорить президенту, премьеру, депутатам, служите Господу, они мамони, служите Господу, они Европе, служите Господу, они преступным людям, причем служите со страхом и трепетом, вы понимаете, это слово относится не к церкви, с церковью Бог по-другому разговаривать, мы хотим видеть в своей стране то правительство, которое служит Господу и трепетом, то есть люди богобоязненные, люди чистые, дальше следующий стих, почтите сына, Бог требует от правительства глубокого богопочитания, кто такой сын, это как раз тот царь, которого Бог помазал, и Бог добьется, чтобы перед именем Иисуса Христа в нашей стране преклонилось всякое колено, прежде всего колени царей, потому что это Бог говорит, это не Алексей придумал, это не гордость, не мание, величие, это воля Божья, скажи, это воля Божья, Бог говорит царям, почтите сына, премьер-министр, почти сына, если ты депутат, почти сына, и это не просто предложение, это почти приказ, почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его воскориться вскоре, блаженны все, уповающие на него, вот тебе и второй псалом, что нам делать с этим псалом, может вырвать его, и не читать, но если читаем, то надо исполнять, а он нас обязывает очень ко многому, ты говоришь, зачем диалог с правительством, зачем диалог церкви с государством, прочитай еще раз наедине перед сном второй стих, один с Духом Святым, и Дух Святой тебе еще раз утвердить, зачем мы это все говорим, мы не играем в шутки, пробуждение народа немыслимо, без возрождения и пробуждение правительства, вы помните, когда Иисус входил в Иерусалим, и толпа народа ликовала, махали пальмовыми ветвями, стелили одежду, а Иисус плакал, почему? Потому, что князья, они цари, они все собрались против Него, если нет пробуждения сверху, пробуждение снизу захлебнется, вот почему Бог говорит, не только простым людям, но и царям, служите Господу, Господу Богу поклоняйтесь, потому, что над вами есть Всевышний, амин, Бог говорит, служите Господу, и не навязывайте, и не взгромождайте свое ермо на людей, ваш режим, ваш тоталитаризм, ваша несправедливость, ваша диктатура, люди устали, люди стонут под этим, мне так понравилось, как Роберт Каянжи, когда мы были еще там, у пастора Анселма, он говорит, прежде чем в Уганду пришло христианское правительство, до этого на посту президента был военный диктатор, это была военная хунта, миллионы людей были просто уничтожены, расстреляны, без суда и следствия, это был как африканский Сталин, все боялись, это был страшный, самый страшный диктатор вообще во всей Африке, и церковь взмолилась, и она молилась именно вот этими молитвами, церковь взмолилась именно этими, расторгнем узы их, извергнем себя оковы их, если церковь согласится расторгнуть узы их, и свергнуть себя оковы их, тогда Бог будет смеяться диктатором в лицо, и произошло чудо, на смену этому жуткому изуверу, этому страшному палачу пришел человек, христианин, который любит Господа, со всей семьей, жена христианка, дети, три верховных судьи в стране христиане, там 60 человек в парламенте это христиане, премьер-министр христианин, практически это христианская страна, и страна успокоилась, исцелилась, почему? Потому что в стране нашлись люди, которые согласились жить по второму псалму, они отказались нести крест, и говорить это узкий путь, это наша судьба, это не наша судьба, наша судьба проповедовать Евангелие и разрушать дела дьявола, никогда еще Бог не определил нам быть жертвой дьявола, Бог определил нам судьбу, когда дьявол является жертвой наших программ, дьявола, потому что оружие воинствования нашего, они не слабые и не плотские, но они сильные на разрушение всех твердынь, если ни одно оружие сделано против нас не устоит, почему наши оружия ломаются, потому что мы не хотим расторгнуть узы их, и нам эти цепи слаще свободы, нам это рабство приятнее, чем борьба, мы не хотим бороться, мы не хотим сражаться, мы не хотим идти против течения, и поэтому соглашаемся на это рабское существование, и я благодарю Бога за этот свободолюбивый дух нового поколения, мы прорвемся, и мы увидим, как Бог будет смеяться всем диктаторам и всем безумцам в лицо, мы с вами видим, что у нас в стране уже это происходит, и это уже началось, если ты чувствуешь истины Божьи внутри себя, воздай Господу большую славу. Давайте посмотрим, как Господь смеется царям. Я бы хотел, чтобы мы уверовали в это, чтобы это не было для нас откровение, знаешь, на пятой полке, где-то там в далеком шкафу, это наше самое важное откровение. Мы хотим видеть новую Латвию, мы хотим видеть христианское правительство. Посмотрите, как второй псалом выглядит реально и в действии. Даниила, третья глава, Даниила, третья глава. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные, как восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника. Вот как. Третья глава. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей, поставил его на поле в гире и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов наместников воевод. И собрались они все, и тогда глашатый громко воскликнул, объявляется вам народы, племена и языки. Зачем метутся народы, племена и языки? Метутся. Что такое метутся? Это мятеж, это война, это оппозиция, это конфронтация, это когда собираются все вместе против Господа. И говорит, мы не будем Господу поклоняться, мы не будем Господу служить, мы создадим свою систему, своих истуканов построим. А между прочим, это был истукан как собственная скульптура Навуходоносора. Он себя увеличил там в шестьдесят локтей вышиной, и он сказал, мне будете поклоняться все народы, племена и языки. Он был императором. Он говорит, Богу вы не будете поклоняться, вы будете поклоняться только мне. И закон был таков, если кто-то будет поклоняться другому Богу, их вообще в печь и сжигать. Просто крематорий. Если ты будешь поклоняться какому-то другому Богу, крематорий, все, больше ничего. Это подсудимое дело. Но, друзья, были эти смелые люди, которые говорили, свергнем в себя узы их, расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их. Знаете, когда вот такая законодательная власть, когда угроза и контроль, это как будто тебя связали по рукам, по ногам, в сердце, по мозгам, и ты думаешь, ну, что делать теперь? Что делать теперь? Причем это делается показательно, общенародно, на большом поле, когда собираются, вот знаете, вот праздники поклонения. Это как раз есть вот этот псевдо праздник поклонения. Когда Бог хочет собрать своих поклонников и говорит, давайте поклонимся нашему Богу, тогда Навуходоносор, он делает свой истукан и говорит, вы будете поклоняться мне. И вот какой, какой закон был, замышляю, тщетное, и все цари собрались против Господа и помазанника его. И закон был такой, в то время, как услышите звук трубы, свирели цитры, смотрите, как много там было инструментов, поклонитель золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор, а кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь раскаленную огнем. посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели и все такое, они поклонились. В это время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев, не сказали царю Навуходоносору, царь, вовеки живи, ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, пал и поклонился золотому истукану, а кто не падет и не поклонится, тот будет брошен в этот крематорий. Здесь есть мужи юдейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются по велению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которому ты поставил, не поклоняются. Тогда Навуходоносор во гневе и в ярости повелел привести Сидраха, Месах и Авдинага и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им, с умыслом ли вы Сидрах, Месах и Авдинага богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы и всех инструментов, тотчас падите и поклонитесь истукану, которую я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой бог избавит вас от руки моей. Представляете, друзья, себе, какая ситуация. Что значит цари, князья собрались вместе против Господа и помазанника его? Это уже не шутки в деле. Это закон. Это то, что Лукашенко сегодня хочет сделать. Это то, что господин Путин сегодня пытается закрутить гайки. Принимается закон об экстремизме. И под статью экстремизма в первую очередь попадают не талибаны, арабы, а католики и протестанты. Потому что они покушаются на православных, чтобы перевести их из православия в протестантизм или в католичество. И по статье об экстремизме всякое недовольство против существующего строя рассматривается как призыв к свержению этого строя, а значит экстремизм. И новые поколения по этой статье это самая экстремальная организация. И если не найдутся людей, которые будут день и ночь кричать о Божьей правде по второму псалму, то, друзья, будут дела очень плохие. И здесь, друзья, та же самая картина. И здесь та же самая картина. Если вы не будете поклоняться моим богам, мне, это значит вы экстремисты, это значит вы подрываете основы национальной культуры, это значит вы подрываете основы национальной религии. Во как! И представляете, стоят на поле тысячи, тысячи людей. Вы когда-нибудь видели, как арабы поклоняются? Там они все вместе, они вот так поклонились, и все сразу только видны затылки и спины. И там, вероятно, была та же картина. Стоит золотой стукан, и там музыкальный инструмент. Я представляю, какой это был роскошь. Та-да-да! И все, жик, все упали. Осталось только три человека, которые остались вот так стоять. Может, они подняли руки и поклонялись Богу. У всех аж в глазах потемнело. Кто они такие? Они в этот момент молились вторым псалмом. Собрались князья и цари против нашего Господа. Собрались они против помазанника его. Народы замышляют тщетное, но мы не поклонимся. Расторгнем узы их. Сидрах посмотрел на Авдинага. Ну что, брат, давай расторгнем узы их. Давай. Не будем поклоняться. Нет, не будем. Месах посмотрел в глаза Сидраха. Нет, не будем. Мы будем поклоняться Господу нашему. Мы останемся ему верными. Бог посмеется всем врагам. Мы верим великому Богу, который посмеется, который уберет их, который своего царя поднимет над этим безумием. И их взяли, привели его и к царю. И царь во гневе, в ярости, брыжет слюной. Вы что из себя строите? Вы что здесь самые умные, смелые, святоши, герои, да? Да, герои, как хотите. Я еще отдаю вам один шанс. Я еще даю вам один шанс. Как мало этих героев. Сколько христиан бы сразу сказали, да, мы про себя будем Богу поклоняться, а снаружи будем, нет, если ты внутри поклоняешься Богу, поклоняешься Ему и снаружи. Они стояли, я вас сожгу, я вас в печь кину, делай, что хочешь, царь, но мы не будем поклоняться ни тебе, мы не будем поклоняться твоим богам, потому что твои боги суть не боги, а наш Бог истинный и живой. Если умирать умрем, и он сказал, если сейчас вы не поклонитесь, все, я прикажу крематорию распалить в семь раз больше специально для вас. История полна драматизма. И отвечал Сидрах, Месах и Авдинага и сказали царю Новохудоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей царь избавит. Мне так нравится эта вера смелая, дерзновенная. Свергнем себя у за их. Лучше умереть свободным, чем жить в рабстве. Мы верим нашему Богу и Бог может все изменить. Бог заговорит с любыми царями. И Бог во гневе и в ярости своей скажет этим царям я моего царя помазываю. Либо вас изменю, либо уберу вас и поставлю на ваше место других людей. Но благодаря этой вере в стране все поменялось. А если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем. И золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Тогда на воду ханат носор исполнился ярости, вид лица изменился. Я представляю, он брызгал слюною, он ненавидел, он просто плевался на седрах, о мясах и овдинага и повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать седраха месага и обдинага и бросить их в печь раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в своем исподнем и верхнем платье своем и в головных повязках и в прочих одеждах своих и брошены были в печь раскаленную огнем, как повеление царя было строго, печь раскалена была чрезвычайна, то пламя огня убило тех людей, которых бросили седраха месага и авдинага. А сии три мужа седрах месага и авдинага упали в раскаленную печь связанные. И вот казнь состоялась. Музыканты можете пройти. Представляете себе, они шли на явную смерть, они шли как на эшафот. Вот их связали и царь взял самых сильных солдат. Мало ли что, самых сильных громил. Они подошли к этим парням, связали, заломали руки крепкими узлами. Все, вам житя труп, тебе остается жить две секунды. Ты труп. Схватили их, подошли к печи. И на самом деле, когда смотришь, Боже мой, какой выход? Есть ли шанс? Что здесь вообще ожидать еще? Друзья, Бог нас сохранит не от печи, Бог сохранит нас в печи. Они знали великого Бога, Который есть огонь поедающий. Они знали, что их Бог способен спасти не только их, но и всю страну, и всю нацию. Свергнем себя узы их, расторгнем цепи их. И люди, которые бросали их, они сами были убиты огнем. И представь себе, рубашка, пиджак, нижнее белье, верхнее белье, связанные руки, и три человека летят в крематоре, где просто печь дышит огнем. И царь уже предвкушает как заноза были в нашем городе, как козь в горле мешали нам сектанты, возомнили себя героев. я вам покажу, кто настоящий герой. Но, друзья, смеется тот, кто смеется последний. если кто-то из царей оставляет за собой право уничтожать церковь, Бог за собой оставляет право уничтожать таких царей. или вытряхнуть из них все. И вот этих три, казалось бы, обреченных человека, они летят в огненную печь. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, так, царь. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, несвязанных, ходящих среди огня и нет им никакого вреда и вид четвертого подобен сыну Божьему. Царь следил за своими жертвами. Может быть, он одел свое пенсне и он был удивлен. Они на самом деле расторгли узы их, бросали их связанными. Но там в печи они расторгли узы их, они свергли себя оковы их. И рядом с ними был тот, кого они любили больше своей жизни. Рядом с ними был тот, во имя которого они взошли на этот дешафот. Они встретились с тем царем, которого Бог помазал над этой землей. И они ходили там четвером. И Господь, мне кажется, так радовался. Он подходил каждому из них и говорил, как мало среди народа моего таких смелых парней. Вы молодцы. Я защищу вас. Я сохраню вас. Я посрамлю ваших палачей. Я люблю вас, так, как вы меня любите. Я не оставлю вас. Я не покину вас. Огонь не опалит вас. Вы выйдете из этой печи, и эпоха идолопоклонства закончится. Наступит время, когда этот царь будет служить мне со страхом и со смирением. Придет время, когда эти люди будут уже почитать не языческих богов, они будут почитать меня. Я благословляю вас. Вы настоящие герои. Это было чудо ходить в огне и не гореть. Боже мой, какой ты чудесный. Боже мой, какой ты прекрасный. ты не только возлюбил нас, ты не только омыл нас своей кровью, ты садил нас царями и священниками, которые в огне не горят, которые в воде не тонут, которые во львином рву заграждают уста львов, которые спасают царство, которые приносят спасение целым народу. Тогда пошел Навуходоносор кустью печи и сказал Сидрах, Месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. О, Боже мой, посмотрите, у царя проснулась вера. Он говорит, Сидрах, Месах, Авдинага, вы рабы Бога Всевышнего, того Бога, который Всевышний, выше моей власти и власти всех царей. И они вышли из среды огня. И собравшись сатрапы, наместники, военачальники усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы. О, Боже мой, и волосы на голове неопаленные, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуха Доносор сказал, Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались меня и моего царского повеления и придали тела свою огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего, как царь оценил веру своих вчерашних врагов. Друзья мои, смелых людей будут всегда уважать, почитать и превозносить. Аминь. Посмотрели на этих парней и Писание говорит, огонь не имел власти. Если над тобою имеет власть Бог, никакой огонь, никакое проклятие, оно не прикоснется к тебе. И посмотрите, царь как будто ожил, как будто проснулся, как будто безумие ушло. Что это означает? Бог пленяет всякое помышление в послушании Иисусу Христу. И он говорит, молодцы, что вы меня не послушались. Ваш Бог сильнее моего. И мною дается повеление. Посмотрите, когда меняется политика, когда цари начинают служить Господу со страхом и трепетом. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен в куски, а дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Вы понимаете, законодательная власть изменилась. И теперь он говорит, если хоть кто-то напишет негативную статью против этих парней, против этого Бога, изрублен в куски, и дом его превратится в развалины, и другими словами царь говорит, я буду защищать их христианство, их веру, их церковь, их убеждения, и все народы в моей империи должны теперь служить Богу Ситраха, Богу Месаха, и Богу Авдинага. Ты со мной закричи громко «Халлелуйя!» И дальше что идет? И дальше Бог возвысил, тогда царь возвысил Ситраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. И Навуходоносор царь всем народным племенам и языком написал «Мир вам да умножится! Знамения и чудеса, которые совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам!» Как велики знамения его Божие царь начинает служить Богу! Слышите? Если вы не знаете, как цари служат Богу, давайте прочитаем. Одна ситуация, она в корне поменяла его мышление. Вы знаете, когда царь видит продажную церковь, которая продается, которая идет на компромисс, который боится молиться, который боится поклоняться, который представляет из собою смесь компромиссов и парадоксов, эту церковь презирает, если соль теряет силу, ее все презирают и бросают вон на попрание людям, но когда все видят эту неотступную веру, когда все видят эти неуклонные исповедания, когда царь и общество видят, что эти люди не отступают от того, что они начали себя будут уважать. Вчера ненавидели, а сегодня будут любить и уважать. Вы знаете, тот, кто пытается свергнуть узы их, расторгнуть узы их, свергнуть оковы, эти люди нравятся всем. Амин. Они могут пройти через любые репрессии, но оставшись верным своему Богу, Бог их благословит. И посмотрите, и царь начинает служить Господу. Мы с вами увидим христианское правительство, и президент будет пророчествовать, и Богу поклоняться. Посмотрите, какой псалом написал Навуходонусор. Посмотрите, это вообще сказка, это вообще почти нереальность, но это истина. Смотрите, царь говорит, я хочу рассказать всем вам, это открытый эфир, сидит царь и дает интервью всей нации. Говорит, знамения и чудеса, какие совершенно надо мной Всевышний. Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды родов. Аминь. Аминь. Я верю в чудеса. Бог посмеется всем врагам, Бог поругается всем врагам и скажет, я помазал моего царя. И наша молитва в этот вечер, братья и сестры, чтобы Библия превратилась в нашу летопись. Я не хочу рассматривать эти истории, как старые древние мемуары. Это было тогда. Слово Божье всегда актуально и современно. Это не мемуары, это инструкция к нашему выживанию, это энциклопедия пробуждения. Это слово, которое может стать плотью. Потому что Бог не устарел и не пошел на пенсию. И в нашем мире ничего не изменилось с тех пор, как царствовал Навуходоносор. Цари собираются, враждуют, пытаются церковь убить и уничтожить. Если церковь соглашается с этим, ее убивают и уничтожают. Но если церковь говорит нет, расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их, Бог говорит, окей, я буду посрамлять ваших врагов и те, кто вас проклинал, я в том вложу в их уста псалмы и они будут как величественный Господь, как величественное его знамение и чудеса, какие знамения он совершил надо мною, навуходоносором, я сдуру ставил свою статую. отныне все статуи изрубленные, потому что в моей стране наступает новое время, когда все народы, племена языки будут поклоняться Богу Израиля. Подари Господу большую славу! Аллилуйя! Давайте будем молиться сейчас. У нас сегодня очень интересная история. Вероятно, в четверг у меня будет встреча, я разговаривал недавно с Айнером, он говорит, Эрик Екобсон вернулся из Америки, Айнер Баштыкс, он тоже будет здесь. И мы поговорим, будем молиться о том, чтобы влияние христианской морали, влияние христианского мировоззрения в общественном сознании могло еще идти дальше и углубляться. Я долгое время, друзья, молился об этом. Я не знал, как контактить с правительством, хотя я знал, что у меня есть это откровение, что церковь должна вести диалог, но я не знал или в силу не знания языка или в силу может быть моей некоммуникабельности, не знаю, но всегда была молитва, Бог, если ты дал откровение, что мы должны иметь диалог с государством, дай мне его. Долго пришлось ждать. И теперь у меня даже в мобильнике телефоны ответственных политических вождей. Бог отвечает на самом деле. Давайте сейчас молиться за первую латвийскую партию, давайте молиться конкретно за каждого человека, за Луинса, который является министром экономики, давайте молиться за Баштыкса, давайте молиться за Айнара Шлессера, давайте молиться за всю его доблестную команду. Амин. Дух Святой, мы приходим к Тебе. Мы хотим, чтобы библейские истории стали историей Латвии. Мы хотим, чтобы Твои истории вчера, они стали сегодняшней реальностью. Дух Святой, Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. О, сделай церковь Твою бескомпромиссной. О, научи нас стоять твердо в истине Твоей. О, сделай нас Твоим благословением. О, мы нуждаемся в Тебе. Приди, Дух Святой, на нашу землю. Мы благословляем сейчас наше правительство. Откроем глаза, разрушайте истуканы, помазывай своих людей, пусть проклятие в правительстве рухнет, помазывай этих людей, седраха, месаха, яфтинага, помазывай современных, месахов, яфтинага, пусть они исполнят волю Твою в парламенте, защити их, пусть кровь Иисуса будет над ними, пусть окрада Твоя будет над ними, пусть всякое проклятие будет уничтожено, о, расторгни музы их, о, Господь приди, благослови наше правительство, и мы призываем кровь Иисуса Христа над ними, дай им мудрость, дай им силу, дай им прозорливость, дух премудрости, откровения и ведения, пусть пребывает над ними, шекала, мальмакена, ласада, плема, шекала, пребатола, ломараб", племя, лаканда, аллелуйя, ламараб!? лаврлато нμ$! глорис, салела, мариблаталарая, 優рири Субтитры создавал DimaTorzok